А в Москве состоялся четвертый шахматный турнир среди воспитанников воскресных школ столицы и ближайшего Подмосковья. Встреча прошла в храмовом комплексе в честь преподобного Сергия Радонежского на Рязанке. Каждый год во время Великого Поста в храмовом комплексе преподобного Сергия Радонежского на Рязанке собираются дети и подростки для участия в интеллектуальных баталиях юных шахматистов. Это уже четвертые соревнования, которые проходят в два этапа. Первый – Приходской, среди воспитанников воскресной школы «Радовесть». Второй – среди команд всего юго-восточного викариатства столицы. Во время Поста нельзя проводить развлекательные мероприятия, которые мы обычно проводим. Поэтому мы решили провести уже не первый год именно шахматный турнир. Шахматы являются такой интеллектуальной игрой, которая подразумевает, прежде всего, мышление, раздумья, принятие тех или иных решений и так далее. То есть тренирует, собственно говоря, больше не столько мышц, а сколько тренирует голову и учит человека мыслить. Шахматный кружок при школе «Радовесть» существует с 2006 года. В первом приходском этапе турнира приняли участие как ребята, давно играющие в шахматы, и уже занимавшие призовые места в состязаниях, так и новички, делающие только первые шаги в изучении тонкости этой игры. Победители первого этапа шахматного турнира наградили грамотами, медалями и кубками. В качестве ещё одного бонуса были сладкие призы. Когда я шёл на шахматный турнир, я не то что думал, что займу хоть какое-то место. Я думал, что вообще проиграю всё. Но я перед этим тренировался, я хожу в шахматные кружки и дома тренируюсь. Я очень долго к этому турниру готовился, играл с папой, иногда даже обыгрывал его. Ну, а здесь я оправдал свои тренировки и занял второе место. Я всем рекомендую, чтобы долго играть с папой в шахматы, чтобы быть, так сказать, лидером. Иногда были трудные моменты, но я всё равно продолжала играть. Для участия во втором этапе соревнований в храмовый комплекс на Рязанке приехали более 50 детей и подростков, представляющих около десятка воскресных школ юго-восточного викариатства Москвы. Готовы все? Да. Значит, поджали друг другу руки. Чёрный, включающийся белый. Отъявляйте сначала первого тура. Участников разбили на семь туров. Соревнования проходили по швейцарской системе. На партию каждому было дано также 10 минут. По мнению тренеров, ребят и жюри, все были отлично подготовлены, показав знания, тактику, логику, сообразительность и скорость мышления. Хорошо, что и вера, и шахматы объединяют людей. Также помогают детям развиваться. Также в учёбе шахматы помогают очень хорошо. Развивается мозг, развивается мышление, какие-то хорошие качества, терпение, усидчивость. То, что с каждым годом интерес ребят к соревнованиям по шахматам растёт, организаторов, безусловно, радует. Отец Виктор поздравил участников турнира с победой и пригласил ребят в следующем году сразиться снова. Продолжается День Великого Поста и оставить на время какие-то свои другие развлечения, предусматриваемые в обычной жизни молодого поколения. И больше заниматься созерцательной работой, духовной, мыслить, молиться, ходить в храм, пресечаться святых христовых тайн. Продолжение следует...